Слово Цезаря Гай, Юлий и Цезарь с младых ногтей запомнили две вещи. Совесть и политика несовместимы. И еще, прежде чем сказать, а гренис записывает итог. В древнем Риме был хороший демократический обычай. Каждый кандидат на выборную должность устанавливал на улице столики. На них клал пачки денег. Подходили, брали и бежали голосовать за. Еще устраивали для избирателей пиры. Выкладывали жареных быков. Ставили блюда, рыбы, набитые яблок. Птичьи языки в гранатовом соку. Мечта. Но для всего этого нужны были деньги. Деньги проще всего балдувать в провинции. Цезарь добился назначения наместником в Испанию. И когда кандидат сказал, как же так, такая глушь, он ответил, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Историки поняли, за этим человеком надо записывать. После Испании были Галлия и Британия. Деньги, налоги и взятки. Сами-то плывет карман. Прочитав свои деньги и легионы, Цезарь понял, что теперь перед ним не устоит и сам Рим. Перепуганный сенат провозгласил его пожизненным ректатам. Теперь его каждое слово ценилось на без золота. Ну, как, там он еще ничего не сказал, волновались следописы, с утра заглядывая в окна депутатское опочивание. Молчит, тешно, жаль. Во время одного из походов побед достался Цезарь так легко, что он, отвечая на вопросы корреспондентов, пожал плечами и сказал, пришел, увидел, победил. Сколько он за год всего положил на роду, полководец умолчал. Не сказал и про то, что огромной армии надо платить, а платить уже нечем. Деньги, как известно, нет. Тогда замыслился грандиозный поход через Анатолию в Персию, а туда кружным путем через Скифию и Германию домой, через весь мир. Заодно захотелось объявить себя монархом. Корона на голове. Разве плохо? Ведь, надо же, как мы его просмотрели, удивлялись сенаты. С народом заигрывал, кричал, я демократ. Такой послушный был. Столько вражеских племен вырезал, и вот тебе на полстраны уведет поход. Погубит аспит республику. Надо его убить. Среди заговорщиков особенно активно был однокашник Юлия Брут. Когда Цезарь пошел в сенат, его быстренько окружили. Среди странно возбужденных народных избранников Цезарь заметил своего друга. «И ты, Брут!» — начал балагай Юлий. Он хотел пошутить. «И ты со мной в поход!» В Германии холодно схватил шубу, но он не договорил. Заговорщики выхватили мечи, и кто-то упал. Политики до сих пор не устоят повторять. «И ты, Брут!» Это в том смысле, что они всегда готовы предать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин